4,2 триллиона рублей – это неотработанные расходы, деньги, которые находятся на депозитах компаний, как авансовые платежи за проекты и стройки. Тем не менее, правительство закладывает новые резервы, в том числе деньги от накопительной части пенсии. Было бы логично разъяснить, куда пойдут эти средства. Ответа нет, констатирует глава счетной палаты Татьяна Голикова. Накануне она беседовала с моей коллегой Эвелиной Закамской. Здравствуйте, Татьяна Алексеевна. Татьяна Алексеевна, каким был 2015 год для российской экономики, по мнению счетной палаты, по результатам ваших многочисленных проверок и заключениям ваших экспертов? Нам кажется, что он был достаточно сложным, и это кажется не только нам. Безусловно, те предположения, которые в первую очередь закладывались как предположения относительно прогноза социально-экономического развития и бюджета, они, к сожалению, те, которые были первоначальными, не подтвердились. Тому много причин. Это и внешние санкции, и, собственно, цена на нефть. И, несмотря на отрицательную динамику не в пользу Российской Федерации всех этих показателей, все-таки я считаю, что удалось более или менее спокойно пройти 2015 год. Хотя бы еще и потому, что антикризисный план, который в начале года приняло правительство Российской Федерации, он послужил неким толчком или стимулом к тому, чтобы задуматься над развитием тех отраслей, на которые традиционно не обращалось внимания ввиду того, что мы имели соответствующий импорт. И, несмотря на то, что многое не удалось пока сделать, это, очевидно, позитивные шаги и позитивное начало тех перемен, которые должны, в принципе, ожидать нашу экономику с точки зрения изменения ее структуры. В следующем году вы считаете прогноз, который дает экономический блок правительства, реалистичный. Минэкономразвитие закладывает сейчас цену нефти 50 долларов за баррель. И считает, что в следующем году мы, скорее всего, выйдем на очень неустойчивый, но экономический рост. Да, это был наш спор. Как вы знаете, мы давали заключение на бюджет 2016 года. Это традиционное официальное заключение счетной палаты, которое базируется уже на наших исследованиях. И мы как раз отталкивались от ситуации, которая складывается в 2015 году, на тех ожиданиях, которые мы прогнозировали по 2015 году. Ну и, собственно, ключевые показатели, которые формируют первую статью закона о бюджете, где указывается темпы роста валового внутреннего продукта, точнее, сам валовый внутренний продукт, его объем, темпы роста инфляции и, соответственно, прогнозируемые, исходя из этого, доходы, расходы, объемы резервного фонда и фонда национального благосостояния, вот они были предметом дискуссии и предметом наших более скептических оценок, чем те, которые предлагало правительство. Но отчасти, наверное, те прогнозы, которые заложены в бюджет, в первую очередь по цене на нефть, они на тот момент времени, когда вносился бюджет, были оправданы. И, наверное, правительство не очень хотело закладываться на совсем консервативный вариант, имея в виду, что нужно осуществлять дополнительные расходы по поддержке тех отраслей, которые стали для бюджета 2016 года приоритетными, и для того, чтобы продолжать те программы, которые нацелены как раз на выход экономики из кризиса. Но мы обращали внимание наших коллег на то, что нужно более серьезно отнестись к тем расходам, которые уже были ранее в предыдущие годы произведены, и то, что они пока не являются отработанными расходами, достаточно большой объем, 4,2 триллиона рублей по состоянию на 1 октября 2015 года, это то, что у нас находится в авансах. И мы предлагали нашим коллегам самым внимательным образом на это посмотреть, чтобы не увеличивать эту сумму, чтобы не порождать дальнейший прирост неполученных взамен на эти авансы строек или приобретенного оборудования, или еще каких-либо услуг. Но пока эта работа на должном уровне правительством не налажена. Кроме того, мы обращали существенное внимание на то, что правительство отказалось от принятия антикризисного плана в 2016 году, имея в виду, что необходимость вот таких чрезвычайных мер, она уже отпала. Но, тем не менее, правительство заложило в бюджет два резерва. Один из них очень похож на резерв антикризисный 2015 года. Сейчас цифра, которая в бюджете стоит 65 миллиардов, но предполагается, что она будет пополнена еще на 150 миллиардов рублей за счет средств, которые не будут использованы в 2015 году главными распорядителями. И еще один резерв, как вы знаете, неиспользование средств, оставшиеся от накопительной части пенсии, 342 миллиарда рублей. И логично было бы разъяснить, а куда будут использоваться эти резервы, поскольку, как я уже сказала, у первого из них название практически аналогичное названию 2015 года. Но пока ответа на этот вопрос нет. Нам остается предполагать, что, наверное, инструментом реализации антикризисных мер правительства будут государственные программы. Мы, как знаем, нам все время предлагается бюджет в программном формате. Конечно, он немного видоизменился по сравнению с тем, что было даже в 2015 году. Но, к сожалению, пока те мероприятия, которые сейчас предлагаются в программах на 2016 год, они такой явной преемственности между тем, что делалось в 2015 году, и тем, что предполагается сделать в 2016 году, не имеют. И это на самом деле беспокоит. То, что мы сейчас видим, проекты, программы, которые предлагаются на 2016 год, это большой массив информации с большим количеством показателей, по которым предполагается мониторировать достижение результата в той или иной сфере. Их, по-моему, 1962 показателя. Отследить это практически невозможно. И, конечно, отсутствие ответа на этот вопрос не только у нас, но и, в общем, у общества вызывает вопрос, а какие приоритеты окончательные будут выбраны правительством в 2016 году для того, чтобы достигнуть тех незначительных темпов экономического роста, которые пока заложены в прогноз 0,7%. То есть в перспективах экономического роста в будущем году вы сомневаетесь? Я оцениваю это с сомнением, потому что я не вижу явных предпосылок. Все наши исследования, все наши проверки, они, к сожалению, пока свидетельствуют о том, что даже бюджетная сфера, которая обеспечивается исключительно, практически исключительно за счет средств федерального бюджета, не демонстрирует того уровня эффективности, который она должна демонстрировать. И именно поэтому вы согласны с правительством в той части дискуссии, которая касается сохранения трехпроцентного дефицита бюджета? Потому что для вас не очевидна эффективность расходования существующих средств? Абсолютно, да. И я считаю, что это не фетиш 3%, но это абсолютно необходимо, соблюсти этот заявленный уровень, потому что мы в достаточно большом количестве в 2015 году и на 2016 год точно так же спрогнозировали, тратим свои резервы. И хорошо, мы истратим резервы. Что дальше? Если цена на нефть будет такой же, как она складывается сегодня или ниже, особенно ресурсы пока в доходную часть получать неоткуда. Имея в виду, что механизмы, которые нацелены на развитие перерабатывающих отраслей, которые бы давали большую добавленную стоимость, они только-только, может быть, начали работать, и какой-то эффект от этого мы получим, ну, в самом лучшем случае, в среднесрочной перспективе, по каким-то мероприятиям и в долгосрочной. Соответственно, рассчитывая на свои силы, мы должны более эффективно работать. Вы сказали о необходимости отказаться от стопроцентного авансирования госконтрактов и о необходимости внести изменения в правила субсидий, в основные фонды крупных госкомпаний. Как вам прислушалось правительство? И для чего это необходимо? Ну, первое, что я хочу сказать, что это крупные госкомпании. Мы начали об этом осторожно и говорить два года назад, более активнее год назад. И надо сказать, что к нам, к результатам наших проверок, прислушался президент, было дано соответствующее поручение правительству. И сейчас в законе о бюджете реализована норма, пусть не такая, о которой мы говорили, но схожая. Мы предлагали правительству, что при формировании бюджета не нужно планировать взносы в уставные капиталы и субсидирование соответствующих государственных компаний, если средства, которые ранее выделены, не используются. И нужно более качественно планировать объемы на цели использования акционерными обществами и государственными компаниями, государственными компаниями и корпорациями. Но правительство пошло по другому пути. Мне будет любопытно, как оно его реализует, этот путь. Но суть его заключается в том, что все средства, которые остались у компаний и у акционерных обществ на счетах по состоянию на 1 января 2016 года и не использованы, должны быть возвращены по состоянию на 1 апреля в бюджет. И по состоянию на 1 июля или до 1 июля 2016 года соответствующие министерства и в целом правительства примут решение о целесообразности их возврата или целесообразности перераспределения их на иные цели. Понятно, что это не зачисляется в параметры бюджета. Вот я хотела спросить, пополнится ли наш бюджет? Нет, это пополнится только в том случае, если между 1 апреля и 1 июля правительство признает, что эти средства не нужны тем компаниям и тем акционерным обществам, которые не использовали их. Вот отсюда и возникает вопрос, возможно ли это. Но у меня даже раньше возник вопрос, поскольку бюджет был принят в ноябре уже Государственной Думой, и эта норма была объявлена, у меня есть большая опасность, что компании распихают эти деньги по состоянию... Лишь бы не возвращать? Конечно, лишь бы не возвращать бюджет. И будет очень любопытно все-таки понять, какой объем министерство финансов поднимет на казначейские счета. И здесь будет очень сложно, на самом деле, проследить, куда эти деньги ушли, потому что они уйдут на, скажем, второй, третий, четвертый уровень субподряда, где только с помощью, наверное, контрольных мероприятий можно будет понять, действительно они распиханы или они использованы на какие-то цели, на которые они ранее предназначались. Поэтому, в том числе, я и говорю о том, что применительно к бюджету 2016 года нужно отказаться от стопроцентного авансирования. Это отчасти связанные вещи, отчасти нет. Но когда мы выходили с этим предложением по бюджету 2015 года, оно было поддержано, но правительство посчитало, чтобы не авансировать 100%. Но когда они начали формировать антикризисный план, они решили, что в условиях отсутствия оборотных средств у предприятий, в условиях пока еще не получения банками средств АСВ, можно по отдельным направлениям разрешить стопроцентное авансирование контракта. Не могу сказать, что это превратилось в тотальное использование как меры поддержки. Но такие, конечно, контракты были. И эти контракты, их заключение, в том числе, привело к тому, о чем я уже сказала. У нас опять резко начала расти дебюторская задолженность. 4,2 миллиарда рублей – это четверть бюджета по расходам. И, к сожалению, она имеет тенденцию к росту. Какая-то часть ее, конечно, будет уменьшена, наверное, на 1 января, но очень, я думаю, незначительная. И в условиях, когда мы имеем такой навес, вкладывать дополнительные ресурсы в это. По меньшей мере это неэффективно. Но когда мы выходим на конкретные контрольные мероприятия, мы видим, что эти средства на втором и третьем уровне субподряда используются очень часто не на цели, ради которых они предназначались. Просто ради использования, да? Ну, почему? Они вообще на другие мероприятия. Мы с этим столкнулись, когда проверяли космодром Восточный, например. Хорошо всем известный, когда средства использовались вообще совершенно на другие проекты. Но вас ждет еще и новая проверка, видимо, космодрома Восточный, потому что это как раз один из самых ярких примеров, когда деньги появились раньше, чем проект был соответствующим образом разработан и подготовлен. К сожалению, это не только ситуация с Восточным. Один из ярких. Один из ярких примеров, да. И, конечно, у нас будет проверка. Конечно, потому что, хотя бы только потому, что мы должны посмотреть, что изменилось, и мы должны посмотреть, как использовались те деньги, которые дополнительно были выделены на строительство космодрома. Будет ли проверка ВЭБа? Потому что Счетная палата еще год назад обращала внимание на то, что во многом политика этой группы ВЭБа не соответствует собственному меморандуму о финансовой стабильности. Да, мы планируем такое мероприятие. В этом году мы не выходили, но следующий год планируем. Сейчас трудно говорить, какой результат мы получим, но планируем такую проверку, да. Что прислушалось ли к вам правительство в части регионов, расходов регионов и долгов регионов, потому что вы весь прошлый год активно обращали внимание на то, что долги регионов явно не соответствуют их возможностям. Вы знаете, я... Это сложная тема и сложная дискуссия с правительством. В первую очередь даже не с правительством, наверное, с Министерством финансов. Что мы имеем на сегодняшний день? Ну, последняя отчетная дата, 1 декабря. Внешне все выглядит вполне прилично. Бюджеты субъектов Российской Федерации на 1 декабря исполнены с профицитом в 392 миллиарда рублей. Вроде все хорошо. Это средняя по больнице? Это средняя по больнице. Значит, что внутри? Внутри 54 региона исполнены с дефицитом и 31 с профицитом. Причем, если мы посмотрим на профицит, то основной объем профицита дали 4 региона. Москва, у которой по состоянию на 1 декабря этого года профицит возрос в 6 раз. По-моему, 33 миллиарда рублей. Из этих 392 это Москва. 110 миллиардов – Сахалин. Тоже в два с лишним раза возрос профицит по сравнению с прошлым годом. Ну, еще крупные объемы профицита – это Московская область и город Санкт-Петербург. Все остальное – это мелочевка. Вот эти 4 региона – это 74,2% профицита общего, который сложился на 1 декабря. Что происходит с долгом? Долг на 1 декабря по сравнению с 1 ноября уменьшился на 19,7 миллиарда рублей. Хорошая тенденция. Так вот можно сказать, что хорошая. Ну, хоть первый месяц двинулось все в обратную сторону. Но если мы посмотрим структуру этого долга, то ситуация не очень приятная. Потому что два года, 14-е и 15-е, боролись с тем, что хотели сократить долю коммерческих кредитов в структуре государственного долга субъектов. И вроде бы процесс пошел. Все, ноябрь дал принципиально другую ситуацию. Доля коммерческих кредитов сразу за ноябрь возросла на 2,2 пункта, а бюджетных кредитов снова снизилось на 1,8. И сейчас у нас ситуация такая, что 38,3% это коммерческие кредиты в общем объеме долга, и 36,9% это бюджетные кредиты. Казалось бы, предприняли столько усилий. Увеличили объемы бюджетных кредитов субъектом. Кстати, поправками в бюджет 2016 года, принятыми в Думе, довели объем бюджетных кредитов до уровня 2015 года. Но Минфин предпринял все возможное для того, чтобы уже с января месяца начать их выдавать, в отличие от предыдущих лет. Но еще раз повторяю, это не изменит ситуацию. Я сказала об указах президента. Очень простой пример. Минфин, когда делает оценки сбалансированности консолидированных бюджетов регионов, он тоже считает, сколько стоят указы. И в том, что дал Минфин, это порядка 700 миллиардов рублей. Сами регионы, представляя нам информацию, дают оценку 2,8-2,9 триллиона рублей. На вопрос, а почему такие расхождения? Министерство финансов отвечает, что мы считаем это по нормативам. Ну, у меня простой вопрос. А по каким нормативам вы считаете, если уровень расхождения с регионами, там же подписывают губернаторы, все как положено, так велик. Вот сейчас мы находимся с ними в выяснении отношений, почему же такая разница. Но что другое интересно, регионы ведь дают цифру, что они финансируют довольно приличные объемы, тоже измеряемые триллионами рублей. И, конечно, вот разобраться в этой ситуации, я считаю, просто необходимо. И дальше определиться по поводу того, а правильно ли мы за прошедший вот этот с 2005 года период, когда произошло первое разграничение полномочий, осуществляли политику, это очень важно. И я думаю, что мы свои предложения к 1 марта 2016 года сформулируем. Но если на сегодняшний день не принято принципиальных решений в отношениях Федерального центра регионов, что ожидает 54 региона? Они будут продолжать копить долги? Минфин пытается, но именно министерство, я именно говорю о нем, потому что, еще раз повторюсь, он основной идеолог в этой сфере. Он подписывает соглашение с регионами о недопустимости роста долга, об определенной оптимизации расходов, которые осуществляют субъекты Российской Федерации. Но проблема-то в том, что регионы сегодня несут на себе основное бремя социальных обязательств государства, потому что в основном все выплаты, ну, за исключением, пожалуй, пенсионных и небольшого ряда социальных, которые на федеральном бюджете находятся, все сосредоточено в регионах. И оптимизировать можно это все до определенной степени. Нельзя сжимать до такого предела, когда становится там невозможной выплата заработной платы. Вот, скажем, совсем недавно на коллегии рассматривали сбалансированность, результаты контрольного мероприятия по сбалансированности бюджета Астраханской области. Абсолютно благополучный регион. Руководство делало все возможное для того, чтобы развивать, в том числе, инвестиционный потенциал региона, для того, чтобы получать соответствующие доходы в бюджет. Несколько федеральных решений по налогам, включая КГН, хорошо всем известную консолидированную группу налогоплательщиков, взимание налогов на шельфе привели к тому, что объем доходов бюджета резко сократился. И сегодня в том бюджете, который они планировали, ну, надеюсь, сейчас они его подкорректировали, у них даже не хватает на выплату годовой заработной платы. Вот что это? Это наша рукотворная политика. Минфин обратил внимание на то, что в следующем году возможности резервного фонда закончатся. И действительно, по-моему, больше двух с половиной триллионов в этом году будет направлено, в следующем году будет направлено на поддержание разных статей экономики, разных статей бюджета. Вы согласны с этим? То есть что делать дальше? Я так и веду специально к тому, что у нас есть неиспользованные ресурсы. У нас нужно просто более эффективно обойтись тем, что уже отдано в экономику, но обратно за это не получен результат. Но я устала приводить примеры относительно... Ну, надеюсь, что сейчас так не будет. УАО РЖД. Ну, вот простой пример. Ежегодно мы вкладывали достаточно большие средства в качестве взноса в уставный капитал УАО РЖД. УАО РЖД ежегодно по состоянию на 1 января нового года держала неснижаемый остаток бюджетных средств в объеме 60-62 миллиарда рублей. Средства размещались на депозитах. Проценты, которые получались от размещения, использовались на иные цели деятельности УАО РЖД, отличные от тех, которые предназначались для тех или иных проектов, ради которых давались взносы. На вопрос, зачем вы берете деньги из бюджета, если они не используются, ответ. Так было всегда. Если есть возможность взять, надо брать. Минфин. Завтра не предложат. Завтра не предложат. В этом есть своя правда, согласитесь. Да. Минфин. Зачем даешь? Должно же быть соответствующее обоснование. Ответа нет. Минфину можно сейчас только порекомендовать в этой части ужесточить финансовую политику по отношению к тем расходам, которые связаны с длительным неиспользованием финансовых ресурсов и с обоснованием тех расходов, которые попадают в бюджет. Понимаете? Ну вот, еще как-то упростить совсем задачу. спланировали 65 миллиардов резерв в бюджете 2016 года и внесли поправку в бюджетный кодекс, что в 2016 году до 150 миллиардов рублей средств, не использованных в 2015 году, будут направлены на увеличение этих 65 миллиардов рублей. Это прозвучало, и эти поправки были приняты в тот момент, когда мы вносили поправки в бюджет 2015 года с тем, чтобы увеличить отдельные статьи расходов. Вопрос. Зачем вы перераспределяете эти расходы, если заведомо вы знаете, что они будут неиспользованы? Вы сами говорите, что до 150 миллиардов рублей окажутся невостребованными. Я не понимаю такой политики. Я вот с одной стороны гибкости, а с другой стороны такой жесткости, я не понимаю. Но вы бывший замминистра финансов. Вы не понимаете. А что делать всем остальным? С одной стороны, мне очень трудно судить Минфин. Я по-прежнему считаю, что это одно из самых профессиональных. Одно из самых профессиональных. И, наверное, пусть на меня никто не обижается, самая работоспособная Министерство правительства Российской Федерации. Мне кажется, что так было всегда. И они, в общем, в меру того, как они могут сейчас, наверное, стоят на страже использования наших российских рублей бюджетных. Но, видимо, уровень лоббизма настолько силен, ему очень, Минфину, и трудно противостоять просто. И здесь мы с удовольствием им подставляем плечо в тех случаях, когда мы видим неэффективное использование ресурсов, и мы тщательно их информируем по поводу того, где можно не давать финансовые средства. То есть, может быть, вы тогда и видите низкоординированность всех остальных ведомств, когда каждый решает свою задачу. Я, например, до сих пор не могу понять решение. Собственно, оно привело к таким результатам, которым оно должно было привести. В прошлом году мы все испугались, что мы приняли нереалистичный бюджет, и практически, вы помните, в начале года, не дожидаясь результатов года, не дожидаясь первого квартала, произвели секвест расходов на 10%. И сказали, 90% мы оставляем на усмотрение министерств и ведомств, пусть они распределят это, исходя из своих приоритетов. Ну и где эти приоритеты? Ну и распределили они таким образом, что потом пришлось, формируя антикризисный план правительства, искать дополнительные финансовые ресурсы, чтобы поддержать те приоритеты, которые действительно были важны для развития экономики, для поддержания экономического роста и всего остального. Нельзя в такой ситуации, в сложной экономической, отдавать все на откуп министерствам, потому что они отстаивают свои местнические интересы, и их приоритеты в большинстве случаев не совпадают с приоритетами, которые нужны в сегодняшней экономической ситуации. Я желаю нам всем успехов в будущем году. Взаимно. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok